Сегодня мы находимся в месте, который балаковцы с любовью называют водопады. Здесь отдыхают не только жители района, но и гости из других регионов. Правда, убираться за собой никто не любит, и как следствие, горы мусора по всему берегу. Расскажите, почему решили убраться именно в этом месте? Я увидела в интернете фотографии, во что превратился этот водопад, горы мусора. Поэтому решили все-таки организовать субботник здесь, так как территория очень красивая. Здесь многие отдыхают, и очень жаль, что водопады превратили в помойку. Сами часто сюда приезжаете? Давно здесь очень не была, но теперь, думаю, будет здесь чаще. Как вы смотрите на то, что с началом летнего сезона, скорее всего, это место снова превратится в мусорку? Я думаю, в любом случае, если сейчас не провести уборку, будет еще хуже. Я думаю, все-таки пример этого субботника заставит людей задуматься, чтобы, отправляясь на отдых, хотя бы элементарно брали пакеты и свой мусор за собой возили. Потому что здесь нет мусорных баков. Здесь никто не будет приезжать, вывозить мусор. Естественно, мусор бросают сами отдыхающие. Из находок здесь очень много бутылок дорогого алкоголя. То есть люди приезжают не бедные, но почему-то бросают здесь за собой мусор. И, конечно, очень много носков почему-то. Такое впечатление, что каждый приезжающий сюда считает своим долгом снять носки и бросить их в день. Музыка Человек 15-20 все равно есть. Это как бы уже хорошее начало. Я считаю, что нужно работать с общественностью, потому что, может быть, многие не все просто доверяют. И, может, кто-то подумал, что это шутка. Но я считаю, ребят, что каждый должен внести свою маленькую такую вот лепту как бы в наш родной край. Потому что Россия – это наша страна. И если не мы, то кто сделает ее чище? Согласны со мной? Скажите, как часто вы приезжаете отдыхать на водопады? Приезжаете ли? Ну, конечно, каждый год, естественно. Мне еще как спортсмену, ну, хоть такому не профессиональному, но нравится. Мы привязываем всегда канат и, надеюсь, в этом году мы сделаем это тоже. Раньше мы сами этим занимались, а сейчас, может, мы кого-то подключим, потому что мы начали вести видеоблог. И, естественно, каждый сможет подняться по этому канату по водопадам. Я думаю, это каждому будет интересно. Вот, допустим, ты купил продукт, у тебя остался пакет. Все эти, вот, допустим, ну, сложил себе фантики, еще и сложил, и увез в город, и выкинул там, в урну. Кучу носков, тапок, бывали на утро, и встречались. Следите за чистотой в своем городе. Когда вы ездите отдыхать, носите с собой эти пакеты. Ладно. Если каждый за собой берет хотя бы по одной бумажке и выбросил в урну, а не на пол, уже будет. 20 пар рук, около сотни мешков с мусором, и результат налицо. Остается без ответа лишь один вопрос. Как долго это место останется чистым?